басня 18 собака и кобыла кобыла по носку носить научена чрезмерно кичилась она смертно не любила меркурия так назывался выжиль и желая его убить при всяком случае грозила ему задними копытами чем же я виноват госпожа диана говорил выжиль кобыле за что я вам столь противен негодный как только стану при гостях носить поноску ты пуще всех охочешь разве моя наука тебе смех простите сударыня меня не таюся всем моем пороке природном что для меня смешным кажется и доброе дело делаемое без природы сукин сын что же ты хвастаешь природой ты не ученая невежа разве не знаешь что я обучалась париже и тебе ли смысле то что ученые говорят ах пэфисит на тугам а ты где учился и у кого матушка если вас учил славный патер пификс то меня учил всеобщий наш отец небесный дав мне к сему сродность а охоту а охота знание привычку может быть посему дело моё не смешное но похвальное диана не терпя стала было строить задний фронт а выжиль ушел носить поноску это когда собака в зубах приносит то что ей требуется хозяину сила без природы как без пути чем далее успеваешь тем беспутнее заблуждаешь природа есть вечный источник охоты сия воля по пословице есть пуще всякой неволи она побуждает частому опыту опыт есть отец искусству ведению и привычки отсюда родилась все науки и книги и хитрости сия главная и единственная учительница верно выучивать птицу летать а рыбу плавать премудрая ходит в малороссии пословица без бога не до порога а с ним хоть за море бог природа и минерва есть тоже как пахнущая соль без вкуса как цвет бесприродного своего духа а око без зеницы так несродное делание всегда чего-то тайного есть и лишенное но если тайна есть глава а называется по-гречески силищ благолепия или красота и не зависит от науки но наука от него госпожа диана как через чур обученная но с недостатком благоразумие животное изволит противоставить но когда сродности нет тогда скажи пожалуй что может привести совершенство обучения слова перфисит значит одно то приводит в совершенство или в окончании ведь конец как в кольце находится всегда при своем начале зависящий от него как плод от семени своего знать то что горница без начала и основания крышей свою с венчиком не увенчается басня девятнадцатая нетопырь и два птенца горлицын и голубицын великий преисподний зверь живущий в земле так как крот кратко сказать великий крот писал самое сладкоречивейшее письмо к живущим на земле зверям и к воздушным птицам сила была такая дивлюсь суеверию вашему она в мире нашло то чего никогда нигде нет и не бывало кто вам посеял сумасброд будто в мире есть какое-то солнце он и собраниях наших прославляется начальствует в делах печатает концы услаждает жизнь оживляет тварь просвещая тьму источает свет обновляет время какое время одна из только тьма в мире так одно и время а другому времени быть чепуха вздор и небыль сия одна ваша ну мудрость есть плодовитая мать и других дурачеств везде у нас врут свет день век луч молния радуга истина а смешнее всего почитайте химеру называемую око будто оно зерцало мира света приятелище радости вместилище дверь истины вот варварство любезны мои друзья не будьте подлы скиньте ярем суеверия не верьте ничему пока не возьмете в кулак поверьте мне не то жизнь чтоб зреть но то чтоб щупать от 18 дня апреля 1774 года из преисподнего мира сей письмо понравилось многим зверям и птицам например совее дремлюги сычу удоду ястребу пугачу кроме орла и сокола а паче всех нетопыр ловко шатался всем высокородном догмате и увидел горлицына и голубицына сынов старался их сей высокопарной философии и осчастливить но горлицын сказал родители наши суть лучше тебе для нас учителя они нас родили во тьме но для света а голубчик отвечал не могу верить обманщику ты мне и прежде сказывал что в мире солнца нет но я родившись в мрачных днях в дынешний воскресный день увидел рано восход прекраснейшего всемирного ока да и смрад от тебя и от удода исходящий свидетельствует что живет внутри вас недобрый дух сила свет и тьма тленная и вечность вера и нечестие мир весь составляет и одно другому нужно кто тьма будьте мою а сын света да будет свет от плодовых познайте их басня 20 верблюд и олень африканский олень часто питается змеями сей нажравшись до сыта он их и не терпя внутри палящий ядом жажды быстрее птиц в полудни пустился на источники водные и на горы высокие тут увидел верблюда пьющего по точке мутную воду куда спешишь господин рогач отозвался верблюд напейся со мною всем ручейке олень отвечал что он мутно пить сладость не может то то ваши братья чрезмерно нежны и замысловаты а я нарочно смущаю для меня мутное слаще верю сказал олень но я родился пить самую прозрачнейшую из родника воду сей меня по точек доведет до самой своей головы оставайся господин горбач сила библия есть источник народной в ней история и плодские имена есть то грязь и мутный ил сей живой воды фонтан подобен киту испускающему вверх из ноздрей сокровенную нетление воду о которой писано вода глубоко совет в сердце мужа а река же искачущая и источник жизни прище 18 и 20 кто верблюд тот возмущение потопных глаголов пьет не достигая кто источнище главе маслом главы моей не помазал а олень чистой воде востекает с давидом кто напоит меня водой из рва который вифлееме при вратах второе царство 23 15 слово имя знак путь след нога копыта термин есть то тленные ворота ведущие к не тление источнику кто не разделяет словесных знаков на плоть и дух сей не может различить между водою и водою красот небесных и росы второзаконие 13 33 и есть скот не чистый не раздвояющий копыта а каков есть сам такому ему и библия они это точно сказано с преподобным преподобен будешь а писатели зверей пишут что верблюд пить приступая всегда возмущает воду но олень чистый любитель сия басня писана светлое воскресенье пополудни 1774 года в обоях басня 21 кукушка и косик кукушка прилетела к черному дроздику как тебе не скучно спрашивать его что ты делаешь пою отвечает дроздик видишь я и сама пою чаще тебя да все однако скучно да ты ж сударыня только то одно и делаешь что подкинув чужой гнездо свои яйца с места на место перелетая поешь пьешь и ешь а я сам кормлю берегу и учу своих детей а свои труды обликаю и облегчаю пением сила примножающие презрев сродную себе должность одно поют пьют и едят всей праздности несносную и большую терпят скуку нежели работающие без ослабы петь пить и есть не есть дело но главного нашего сродного дела один только хвостик а кто на то есть пьет и поет что поохотнее после отдыха взяться за должность как за предлежащий путь свой сему скуку прогнать немного стоит он каждый день и делен и празднен и о нем то пословица доброму человеку всякий день праздник должность наша есть источник увеселения а если кого свою должность не веселит сей конечно не к ней с родин не друг ее верный но нечто возле нее любит и как не спокоен так и не счастлив но ничто столь не сладко как общая всем должность она есть искание царствия божьего и есть глава свет и соль каждой частной должности самая изрядная должность не веселит и без страха божьего есть как без главы мертва сколько бы она отправляющему не было сродно страх господень возвеселить сердце оно как только начнет возводить к нему мысли свои вдруг оживляется а без скуки и уныния как прах ветром возметаемый отбегает всем мы не ко всему а к всему всяк добрый человек родился счастлив кто сопряг сродную себе частную должность с общую сия есть истинная жизнь и теперь можно разуметь следующее сократово слова иные на то живут чтобы есть и пить а я пью и ем на то чтобы жить басня 22 навозы алмаз то-то самый навоз в котором древле из зопов петух вырыл драгоценный камушек дивился алмазу и любопытно вопрошал скажи мне пожалуйста откуда вошла в тебя цена столь великая и за что тебя люди столь почитают я удобряю нивы сады и огороды красы и пользы есть я податель а при всем том не десятая доля не имеют чести в сравнении с твоей и сам не знаю отвечает алмаз я тоже что и ты есть земля и гораздо хуже тебя она есть пережженный солнечным зноем пепел но только в сухих моих водах благолепно изображается блистание солнечного света без которого силы все твои удобрения пустые а произращение мертвы по старинной пословице в поле пшеница годом родиться не нивою не навозом сила светские книги бесспорно всякая польза и красы суть преисполнены если бы они спросили библию для чего сами пред нею не десятая доли чести и цены не имеют для чего ей создаются алтари храмы и сама не знаю отвечала бы она я состою с тех же слов и речей что вы да и гораздо с худших и варварских но в невскусной речи мои водах как в зерцале боголепно сияет невидимое но пресветлившее око божие без которого вся ваша польза пуста а краса мертва конечно сим то древом жизни услаждаются невкусных речей ее горесть когда обычная вода ее притворяется в вино веселящее сердце человеку а точно они одной сказывает соломон следующее превознеслася ты над всеми ложного угождения и суетной доброты женской нет в тебе взгляни на конец притчей бог часто в библии означается годом погодой благоденствием например лето господне приятно все ныне время благоприятное прочти начало соломонова проповедника времени время по-римски темпус оно значит не только движение в небесных кругах но и меру движения называемую древних греков сие слово значит тоже что такт и сие греческое же от слова происходит располагаю да и у нынешних музыкантов мера в движении пения именуется темпу и так темпу в движении планет часовых машин и музыкального пения есть то же что в красках рисунок теперь видно что значит темпус и премудро пословица говорит в поле пшеница годом родиться премудро и у римлян говаривали рисунок и темпы есть невидимость басня наша да заключается семей аристотеля музыки словами кто сие разумеет тот знает что значит рифм все слова в россии во многих устах но не во многих умах басня 23 собака и волк у титира пастуха жили левкон и феридан две собаки в великой дружбе они прославились у диких и домашних зверей волк побужден их славою и сыскав случай поручал себя в их дружбу прошу меня жаловать или бить государи мои говорил с придворной ужимкой волк вы меня высоколепно осчастливить в состоянии если соизволите удостоить меня место быть третьим вашим другом чего лестно ожидаю потом насказал им о славных и богатых предках своих о модных науках в которых воспитан чаним отцовским есть лишь промолвил волк фамилию и науками хвалиться у разумных сердец почитается за дурость то имея лучшие меры для приведения себя вашу любовь я становитостью с обеими вами сходен а голосом и волосом господина феридамом самая древнейшая пословица семеле души деус от семеле в одном только не таясь что у меня лисий хвост а волчий взор левкон отвечал что тетир на них совсем не похож однако есть третий для них друг что он без феридама ничего делать не начинает тогда феридам сказал так голосом и волосом ты нам подобен но сердце твое далече отстоит мы бережем овец довольны шерстью и молоком а вы кожу сдираете съедая их вместо хлеба паче же не нравится нам зерцало твои души лукавый взор твой косо на близ тебя ходящего барашка поглядывающий сила и фамилия и богатство и чины родство и телесные дарования и науки не сильны утвердить дружбу но сердце в мыслях согласная и одинаковая честность человеколюбной души в двоих или троих телах живущая сия есть из истинной любовь и единства о котором деяние сказано и о котором павел не есть иудеи не эллин все бы вы есть воедино во христе иисусе галатам 3 глава басня 24 крот и линкс по сказкам зверь линкс имеет столь острый взор что в несколько оршин землю прозирает сей в земле увидев крота начал смеяться слепоте его если бы ты негодная творюшка имел моей прозорливости сотую долю ты бы мог проникнуть сквозь самый центр земли а теперь все щупаешь слеп как безлунная ночь пожалуйста перестань хвастать отвечал крот взор у тебя острый но ум весьма слеп если тебе дано чего я лишен и я же имею чего у тебя нет когда помышляешь об остром твоем взоре тогда не забывай и острова моего слуха давно бы имел если бы для меня нужны мы были очи вечная правда блаженной натуры никого не обижает она равная во всем неравенство делая в остроте моего слуха вместила чувство очей сила глупость в изобилии гордится и ругается а вскудости оседает и отчаивается она в обеих долях несчастна там бесится как сумасбродной горячки а тут с ног валится как стерва сия вся язва родиться оттуда что не научился царствию божию и правде его а думает что в мире все делается на удачу так как без закона владений но распрострел обедная тварь очи твои и увидишь что все делается по самой точной правде и равенству осим успокоишься если богатстве есть чего в нищете нет справься и сыщешь в нищете чего богатстве нет в которой земле менее гордится плодов там в награду здоровость воздуха где менее клюквы и черницы там менее скорботной болезни менее врачей менее больных менее золото меня надобности менее ремесел менее мотов менее наук менее дураков менее прав менее беззаконников менее оружия мене войны менее поваров менее испорченного вкуса Менее чести, менее страха, менее сластей, менее грусти, менее славы, менее бесславия, менее друзей, менее врагов, менее здоровья, менее страстей. Век и век, страна и страна, народ и народ, город и село, юность и старость, болезни и здоровье, смерть и жизнь, ночь и день, зима и лето, каждая стать, пол и возраст и всякая тварь имеют собственные свои выгоды. Но слепая глупость и глупое неверие всего не разумеет, а одно только худой во всем видит, подобно цирюльничным пиявкам, негодную кровь высасывающим. Для сего век над веком возносит народ выше народа, недовольна своей ни статью, ни страною, ни возрастом, ни сродностью, ни участью, ни болезнью, ни здоровьем, ни смертью, ни жизнью, ни старостью, ни юностью, ни летом, ни зимою, ни ночью, ни днем. И при удаче то восходит до небес, то нисходит отчаянием до бездн, лишена как света и духа веры, так и сладчайшего мира с равнодушием и сжется собственным своих печалей пламенем, дабы исполнилось для нее, а неверующий уже осужден есть. Все же есть благое, кроме не видеть царствие Божие правды его, кроме болеть душою и мучиться из роптания неудовольствием. Все одно есть злое, все есть гордость сатанинская, воссесть на престоле Вышнего покушающейся, все есть точный центр ада и отец страстей, и не дает Иов безумия Богу. Благословлю Господа во всякое время. Все есть свет истины и видения Божьего, посему и священники именуются сердца, в неверии сидящие Божьим светом озряяя. Выесть свет миру, столь прекрасны ноги благовествующих мир, свети их в истину твою. Басня 25. Левы и обезьяны. Лев спит навзничь, а спящий весьма схож с мертвым. Толпа разного рода обезьян, почитая его мертвым, приблизившись к нему, начали прыгать и ругаться, забыв страх и почтение к царю своему. А как пришло время, в восстании от сна, подвигнулся лев. Тогда обезьяны, одним путем к нему пришедшие, седмицы пути рассыпались. Старшая из них, придя в себя, сказала, «Наши предки ненавидели льва, но лев и ныне лев, и во веки веков». Сила. Лев есть образ Библии, на которой восстают и ругают идолопоклонящие мудрецы. А не думает, что она мертва и говорит о мертвости стихийной, не помышляя о том, что в тленных ее образах скрывается жизнь вечная, и что все сие восстает и возносится к тому, «Бог наш на небесах и на земле». И не разумея, что исходы ее, суть исходы жизни, ругается, слыша сие. А горне мудрствуйте. Нет здесь. А как только блеснул свет восстания ее, тогда исполняется на них расточаться враги его. Вот для чего Василий Великий говорит об Евангелии, что оно есть воскресение мертвых. Иуда, сын Иакова, вместо льва образом невидимого царя и бога лежит. И посему то написано, «Возлег, почил, как лев, кто воздвигнет его?» Лежит львица и царица наша, чистая дева Библии. И о ней эта жизнь и воскресение наше Христос сказывает. Не умерла девица, но спит. Блажен несмежающий очей перед блистанием ее. Сей да поет с Давидом, «Сколь возлюблены селения твои, Сколь красны да матвые Иаков!» Зверей и писатели пишут, что лев, родившись, лежит мертв, пока ужасным рыком возбудит его отец его. А сие делает в третий день. Возможно ли найти благолепнейший для божественной книги образ? Басня 26. «Щука и рак» Щука, напав на сладкую еду, жадно проглотила, но вдруг почувствовала сокровенную сладости уду, увязшую во внутренностях своих. Раксия издали приметил и на утренний день, увидев щуку, спросил, «А чего вы, судариня, невеселы? Куда девался ваш кураж?» «Не знаю, брат, что-то грустно. Думается, для увеселения поплыть из Кременчука в Дунай, Днепр наскучил. «А я знаю ваши грусти, родник», сказал рак. «Вы проглотили уду. Теперь вам не пособит ни быстрый Дунай, ни плодоносный Нил, ни веселовидный меандр, ни золотые крыльца». Сила. Рак точную правду сказывает. «Без Бога и за морем худо, а мудрому человеку весь мир и есть Отечество. Везде ему и всегда добро. Он добро не собирает по местам, но внутри себя носит оное. Оно ему солнце во всех временах, а сокровище во всех сторонах. Не его место, но он посвящает место. Не изгнанник, но странник, и не. Отечество оставляет, а Отечество переменяет. В которой земле пришелец, то и земле и сын, имея внутри себя народное право, о котором Павел говорил, закон духовный есть. Страх Господень – источник мудрости и веселья, и долгоденствия. А неверие есть сладчайшая еда, скрывающая горчайший яд. Трудно сие яд приметить, трудно проникнуть в беззаконие. Грехопадение кто разумеет? Тот, кто проникнул в страх Божий. Корень его горький, но плоды сладчайшие. А беззаконие есть уда, сладостью обвитая, уязвляющая душу. Честолюбие ли тебя ведет ко греху? Оно есть сладость, обвившая уду. Плотская ли сласть пленила? Проглотил ты уду. За серебром ли погнался и впал в неправду? Пленен ты удою. Зависть ли, месть, гнев или отчаянность увязла в душе твоей? Проглотил ты уду, о которой Павел говорил. Жало же смерти грех. Безбожие ли вселилось в сердце твое? Проглотил ты уду, о которой Исаия говорил. Не радоваться нечестивым. Говорит безумный в сердце своем. Нет Бога. Враждали с Богом, воцарилось внутри тебя. Пожор ты уду, о которой Моисей. Проклятый в городе, проклятый на селе. Муча душу твою страх смерти плотской, увязла в ней уда, о которой Исаия. Беззаконные взволнуются и почить не смогут. Грех значит жить по закону плотских членов и страстей наших, воюющих против закона монашего. Таков где скроется? Какое место увеселить его? Какая прибыль раскуражит сердце его? В душе своей и в сердце своем везде и всегда носят несчастье. Взгляни и послушай несчастного раба, который бы хотеть принадлежит мне, а что делать не обретаю. Вот истинный плен. Всяк согрешающий есть раб греха. Басня 27. Пчела и шершень. Скажи мне, пчела, отчего ты столь глупа? Знаешь, что трудов твоих плоды не столько для тебя самой, сколько для людей полезны, но тебе часто и вредят, принося вместо награждения смерть, однако не перестаете дурачиться в собирании меда. Много у вас голов, но безмозглые. Видно, что вы без толку влюбились в мед. Ты высокий дурак, господин советник, отвечала пчела. Мед любит есть и медведь, а шершень тоже лукаво достает. И мы бы могли воровски добывать, как иногда наши братья и делают, если бы мы только есть любили. Но нам несравненно большая забава собирать мед, нежели кушать. К сему мы рождены и не перестанем, пока умрем, а без всего жить и в изобилии меда есть для нас лютейшая смерть. Сила. Шершень есть образ людей, живущих хищением чужого и рожденных на то одно, чтобы есть, пить и прочее. А пчела есть герб мудрого человека в сродном деле трудящегося. Многие шершни без толку говорят, для чего сей, например, студент научился, а ничего не имеет. Надо что-де учиться, если не иметь изобилие, не рассуждая слов сераха. Веселье сердца жизнь человеку, и не разумея, что сродное дело есть для него сладчайшее пиршество. Взгляните на направление блаженной натуры и научитесь. Спросите вашу борзую собаку, когда она веселее, тогда отвечает вам, когда гоню зайца, когда вкуснее заяц, тогда отвечает охотник, когда гоняю. Взгляните на сидящего перед вами кота, когда он куражнее, тогда, когда целую ночь бродит или сидит возле норки, хотя уловив и не ест мышь. Запри в изобилии пчелу, не умрет ли с тоски в то время, когда можно летать по цветоносным лугам? Что горестнее, как плавать в изобилии и смертно мучиться о бесродного дела? Нет мучительнее, как болеть мыслями, и болят мысли, лишаясь сродного дела, и нет радостнее, как жить по натуре. Сладок здесь труд телесный, терпение тела, и сама смерть его тогда, когда душа владычица его, сродным услаждается делом. Или так жить, или должно умереть? Старик Катон, чем мудр и счастлив, не изобилием не чином, тем, что последует натуре, как видно в Цицероновой книжечке, о старости. Сия одна есть премилосердная мать и премудрая путеводительница. Сия приблагая домостроительница, не сытому дарует много, а мало дает довольного малым. Но раскусить же должно, что значит жить по натуре? Не закон скотских членов эпоха наших. Но значит блаженное онное естество, называемое у богословов трисолнечное, всякой твари свою для нее честь и сродность вечно предписывающая. О всем то естестве сказал древний епикур следующее. Благодарение блаженной натуре за то, что нужное сделало нетрудным, а трудное ненужным. А поскольку в Боге нет мужского пола, не женского, но все в нем, и он во всем. Для того сказывает Павел, который есть всяческое во всем. всем. Продолжение следует...